Привет всем! Хочу рассказать о своих ботинках от компании BBR. Это российский производитель кастомной обуви, обуви на заказ. Эти полуботинки приобрел я в 2019 году. На их официальном сайте стоили примерно 6000 рублей. О компании BBR и свое мнение о ней скажу в конце видео. Давайте рассмотрим ботинки конкретнее. В то время я как раз относительно недавно к тому времени увлекся рабочей обувью. Мне захотелось такие полуботинки с таким закругленным носом, обязательно с под носком, то есть со стаканом защищающим, защитным. Долго смотрел на доктор Мартинс, но мне их не захотелось в силу известных причин, что сейчас доктор Мартинс уже не тот. Хотелось что-нибудь такого попробовать и недорогого. Вот обратил внимание на BBR, приобрел у них, как сказал, цену уже 6000 они стоили. Когда ботинки пришли, это примерно был апрель, по-моему апрель 2019 года, это уже поздняя весна, я их сразу, так сказать, отправил в эксплуатацию. Из коробки размер не подошел, ботинки все или идеально. Из коробки они носятся прекрасно, очень удобные. Подошва у них очень мягкая, такая вот она мощная, но тем не менее она, по сравнению с теми Red Wing'ами, про которые я описывал в предыдущем видео, то есть она хорошо амортизирует, очень удобно в них ходить. И, как сказал, разноски вообще не потребовалось. Каких-то мозолей, вот таких типичных для WorkBoot'ов, у меня от них не было. Использовал я здесь, они идут с родной стелькой, это кожа, тонкая кожа, прошитая на картоне, но я ее заменил на стельки от ECO, потому что было уже тепло, мне хотелось эти ботинки носить. Вот, и со стелькой от ECO было вообще шикарно. По конструктиву, это значит, насколько я понимаю, stitch down, то есть полусандальный тип прошивки, когда кожа вверх, она выворачивается наизнанку и прошивается по ранту. Внутри, внутренняя стелька, это у нас, это у нас картон, конечно же, за такую цену, картон. Но вот моим ботинкам уже три года, больше трех лет, они у меня в очень активной были носке. Пожалуй, из всех моих ботинок, вот эти ботинки я на силу ношу больше всего. Все, все, за три года вот абсолютно вот это их вид, то есть ничего с ними такого критичного не произошло. Вот по износу, по износу покажу, насколько стерлась пятка. То есть и вот здесь по подошве тоже можно видеть, что сточился протектор. То есть носил я их очень долго, очень много, причем начиная с зимы 2021 года, я их стал носить даже зимой, вот с такой войлочной стелькой. И с носками, с полушественными носками ноги абсолютно не мерзнут. Кожа здесь применяется не знаю какая, но по толщине вот примерно полтора миллиметра, вряд ли два. Вот такая, конечно же, по сравнению с редвингами. Кожа намного хуже, но в практике она себя показала очень хорошо, вот в районе Союзки. То есть, конечно же, есть морщинки, да, такие типичные, но ничего критичного, вот за три года активные, как повторюсь, носки с кожей ничего не произошло. Здесь установлены стаканы, насколько я понимаю, пластиковые записания. И поэтому носы не проминаются, то есть тут даже если кто-то наступает что-то или что-то падает, то есть форма носа всегда остается первичной, как задумано. Это мне очень нравится, поэтому я так люблю и ценю обувь с каким-то вот стаканом в носах, потому что даже спустя время все это выглядит очень классно. По конструктиву, ну, если обобщить, что здесь используются недорогие материалы, то в целом мне все нравится, кроме одного момента. Вот обратите внимание, на ранте прошит рант, декоративный рант пришит, и он какой-то не кожаный, да, как хотелось бы, или как делают другие, а он из пластиковой какой-то ленточки, ленты, которые вот у меня, кстати, зимой, когда я стал зимой их носить, в мороз, а на силу я их даже и минус 20, она треснула в таких характерных местах изгиба. Ну вот, на сегодняшний день это не сильно, может быть, отражается на функционале, но эстетически, конечно, это портит вид, вот эти трещины. Я считаю, что если бы производитель здесь пристрочил нормальную кожаную, кожаный декоративный рант, это бы не сильно увеличило их себестоимость, но увеличило бы долговечность значительно. Поэтому в конструктиве, вот, наверное, это единственный момент, который я, наверное, подвергну критике, потому что, ну, такие вещи, я считаю, когда производитель просчитывается в таких мелочах, или пытается сэкономить, ну, вот, мне это очень сильно не нравится и даже раздражает. Касательно износа стойкости, вот, весной, весной, о нет, осенью 2022 года, в сильный дождь, я заметил, что вот здесь, где-то у меня стало, стали они протекать по Союзке. Причем я вот внимательно смотрел, разглядывал, ну, вот, таких очевидных трещин кожи нету, но, видимо, какие-то микро, открылись микротрещинки, через которые стали они чуть-чуть пропускать. А так, в целом, они, я в них ходил и в весеннюю слякоть, и по грязи осенью, то есть, они до этого у меня абсолютно воду не пропускали, что также, я считаю, очень хорошо говорит об их, ну, добротности, об их качестве за свою цену. Теперь касаемо компании BBR, очень неоднозначная контора, очень много на нее отзывов, как положительных, так и не очень. Опишу конкретно свой опыт. Как уже сказал, что я заказывал, на момент заказа эти ботинки были в наличии на сайте, в их каком-то интернет-магазине или магазине офлайн, я не помню, как там это описывалось, даже какая-то акция вроде была. Я перевел деньги, или как там, оплатил на сайте, не помню, и ожидал, что вот-вот их отправят. Но отправка растянулась на 6 или там даже 8 недель, что для обуви в наличии, я считаю, как-то многовато. Несколько раз я созванивался с менеджерами, там, по-моему, Игнат, и как так зовут. Причем они тогда только раскручивались в ВКонтакте, у них не так много было подписчиков, и отзывов было не так много. Вот. И, ну, буквально уже ругался, то есть требовал, чтобы мне отправили обувь или вернули деньги, и вот спустя, по-моему, 6 или 8 недель я свои ботинки получил. То есть, если подытожить, да, по конструктиву, за эти деньги, за 6 тысяч я получил вполне нормальные, классные ботинки, которые вот уже 3 года со мной, причем я их эксплуатирую достаточно активно и порой даже жестко, то есть я, ну, надо какую-то грязную работу сделать. Вот я выбираю именно эти ботинки. Надо идти в гараж, там, я тоже выбираю эти ботинки. Слякоть, реагенты, тоже у меня эти ботинки, они никогда не выбирал для них хорошую погоду. Вот. Но вот этот опыт общения с компанией BBR, с тем, что ты платишь свои деньги, и потом неизвестно, когда получаешь обувь, вот это мне, конечно же, не понравилось. Более того, сама по себе компания BBR, ну, вот, продукт в руках держу хороший, да, но, а как они заявляют, что у них где-то там ручное производство, какие-то мастера, но есть даже какие-то ролики, где они показывают, как все это делается, но они нигде ни разу не засветили, ни на фотографиях, ни на каких-то видеороликах реальные свои цеха, где это, как делают эту обувь, то есть тут в интернете гуляет несколько догадок, либо эту обувь они заказывают на аутсорсе где-то на каком-то предприятии, да, которое занимается пошивом обуви, либо в Китае есть даже такая догадка, что все модели отшивают в Китае, и с этим связаны такие длительные сроки, либо в каких-то структурах, структурах в СИН, возможно, ну, здесь мы можем только гадать, потому что это действительно догадки, и как-то достоверно подтвердить одну из версий, но пока мы не можем. Вот, если подытожить, резюмировать, да, весь мой обзор, могу сказать, что ботинки, в общем-то, классные, брать можно сейчас, вот именно таких ботинок черной линии у них нету, у них сейчас эта колодка, вот, похожая у них, ботинки подкова, они называются, то есть, ну, рекомендовать могу, потому что ботинки действительно удобные, единственный сейчас ценник на ботинки подковы у них на сайте, по-моему, в районе 12 тысяч, но 12 тысяч для таких ботинок это много, это много, потому что я считаю, что вот 6 тысяч для них это нормальная цена, ну, может быть, там, с учетом инфляции сейчас 7-8, вот так, но 12 это, конечно, многовато, но вот за эту цену, что я заплатил в свое время и за тот опыт, что получил, я этими ботинками полностью доволен, я думаю, что проношу их еще ни год и ни два, потому что они, в общем-то, крепкие, вот, как сказал, единственное, что где-то стали пропускать. Ну, по мере, так сказать, появления новой информации буду дополнять, если вопросы какие-то есть, пишите в комментарии, задавайте, спрашивайте, ну, всегда рад подискутировать по поводу, по вопросу интересной и качественной обуви. Спасибо!